Все готово к очередному эксперименту, который мы прямо сейчас хотим начать. Я не знаю, зачем нас сюда всегда засывают. То-то пить леденцы на палке. То сегодня мы будем делать, что это называется, напиток желейный. Почему напиток? Десерт. Готовим желе. Желе из газировки, из колы в нашем случае. Именно так. Значит, все, что нам нужно, запоминайте, перемешать, значит, стакан воды с 50 граммами желатина. Так, ну здесь... Вода должна быть теплая или прям горячая-горячая? Ну нет, ну кипяток должен быть, наверное, да. Топ? Да, ну прямо сейчас, пока у нас нагревается кастрюля с водой, посмотрите фрагмент. Мы бы тоже хотели посмотреть, но нам ничего не включили, да? Да. Кажется. Прямо сейчас вы видите немножко больше, чем видим мы, потому что видеоинструкцию нам пока не дали. Ну, нам дали желатин, в принципе, дальше мы должны как-то справиться. Да. Ну, вообще, конечно, я удивляюсь, вот у нас столько коллег работает за кадром, никто не догадался просто вскипятить заранее воду. Ну, Кать. Ну, должны быть какие-то у людей недостатки. Наших вот такие. Так. Вообще, нам надо желатина 50 граммов, у нас с запасом 60. Ну да, пол пакетика оставим с третьего, чего уж. Значит, что должно получиться? Это не, как бы не ежесекундно получится. Мы это все смешаем и должны будем отправить все это хозяйство в морозилку, да? Ну, чтобы желе схватилось, чтобы можно было потом, значит, его попробовать. Так, вода у нас закипела. Так. Благо у нас... Знаешь, надо было хотя бы... Мощная, дорогостоящая плита. Я почитаю, точно в кипящую? Да, в кипящую, в кипящую. Я вот не специалист по желе. Стаканом холодной кипяченой воды. У нас кипяченой воды написано. Но у нас в рецепте написано... А, после этого непрерывно помешивая, нагрейте на плите, не доводя до кипения. Затем процедите. Давай уберем кипение хотя бы. У нас уже половина воды выпарилась. Медленно вводи. Так. Зато всегда есть чем заняться на выходных. Вот тут случился у тебя какой-то досуг дома, хочется что-то необычное приготовить с семьей, с ребенком. Раз из простых ингредиентов. Слушай, ну к нам приходили всякие эти разные кондитеры, они же делали, вот с желатином работали. Мне кажется, если они увидят, что мы тут творим без них, они больше не придут. Слушай, ну желатин реально, наверное, в холодной воде делают. Нет, он в холодной так же себя ведет, не переживай. Да, он сразу не растворяется. Давай, что тебе насыплю? А воды немало? Ну, она уж половина выпарилась. По рецепту у нас сколько? Стакан должен быть воды. Но у нас стакана здесь уже явно нет. Так. Снова я не гарантирую, что мы будем это дегустировать, выглядит не очень приятно. Не, ну желатин, он когда растворится, он же превратится просто в такую... Ну, он равномерненько должен распределиться, такая субстанция. У меня все, что-то к ложке прилипло. Давайте мы сейчас с желатином поработаем, сделаем небольшую паузу и вернемся. ПОДПИШИСЬ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Посмотрели мы еще раз видеоинструкцию. Вроде бы мы все делаем правильно, но это пока не точно. Там еще что-то про пузырьки дальше было сказано. Видимо, начнет бурлить вся наша субстанция. Если вы к нам только что подключились... Так, ждем, пока отсядут пузырьки и доливаем колу. Это будет желе из колы, наверное. У нас тут нет пузырьков, у нас получилось очень такое неплохое, жидковатое. Нет, пузырьки будут, когда колу зальем. Ага. Да, вообще сказано, на медленном огне. Нет, все мы так правильно и сделали. Ой. А какой объем колы будем лить? Ну, полную кастрюлю. Полтора литра? Полтора литра написано. На 50 грамм желантина полтора литра колы. Вот, видишь, пузырьки? Вот они, бурлят. Спустя, как кола вообще она такая-то... И сам по себе неполезный напиток. А после того, как мы ее нагреем, там ничего какой-нибудь формы... Да нет, нагревать-то не надо. Нагревать-то не надо. Но она греется все равно уже сама. Ну, она уже сейчас сама по себе остынет. Слушай, я просто не вижу берегов из-за пены на этой кастрюле, в этой кастрюле. Вот пена как раз должна осесть. Сейчас она это сделает. Ложка беременная. Двойная? Подзалетел кто-то. Да. Не много. Тема, как готовиться к родам, будет дальше уйти. Наша ложка разродилась самостоятельно. А куда, как пену-то эту убрать? Не знаю, написано, а сядет. Ждите. Так. Может, надо было заранее поболтать, чтобы газы вышли? Не знаю, я пока буду просто дегустировать колу. Где берега-то? Скажи мне, сколько лить-то еще? Я бы... Надо еще... Налили бы и все. Ну, это объем сколько у нас? Два литра? Полтора. Нет, бутылки. Полтора. Полтора. Не два. Мне кажется, что два большая. Нет, это точно два литра. Значит, нам еще нужно вот столько точно вылить. Так нет, вылить-то мы можем. Кастрюль-то вместит в себя или нет? Ну, пойдет через край, мы поймем, что что-то не то. Мне нравится. На кухне так же? Ну, попробую. Я всегда за эксперименты, да. Значит, смотрите. Вот то, что мы приготовили, то, что мы приготовили, это только одна треть. После того, как осядет пена, мы специально вот такие вот креманки разольем, поместим все это, значит, в морозильную камеру и ближе к концу эфира посмотрим, что у нас получится. Такая пенка смешная. Ну, я все перемешал, все хорошо. Я не знаю, сколько нужно времени, чтобы эта пена осела. Сделаем паузу, будем за этим процессом следить и ближе к концу программы, еще раз скажу, попробуем то, что у нас получилось. Ну, экспериментом так себе, спорно, если честно. Ложки готовы, энтузиазма пробовать, что у нас получилось немного. Я говорю, что такая ложка длинная? Она говорит, ты ничего не понимаешь, это десертная ложка. То есть есть чайная, есть кофейная, есть десертная. Выглядит, мне кажется, ровно так, как будто это напиток, можно даже при желании разыграть знакомых. Так вот берешь, он-то думает, что там газировочка, вот так берешь, вот так щух. Нет, не выливается, потому что это желе, потому что он все замерзло. Ну, нет, не выпадет. Ну, выпадет, сейчас говорю. Мы с утра пораньше, значит, растворили желатин и туда добавили газировку. Увидели где-то, значит, такой способ приготовления, что это, десерт получается, да? Баловство это. Ну, или баловство. Вот, сейчас будем пробовать. Есть вот у нас один экземпляр, самый-самый-самый, такой прям запузыренный, да? С пузырьками классно смотрят. Ну, я не испытываю огромного желания пробовать. Вот честно. Нас не спрашивают, понимаешь? Нет, честно. Я на язык. Ну, кстати, пахнет как чупа-чуп со вкусом кока-колы. Надо махать ложкой, видимо, надо пробовать. Ну что? Все желе примерно же похожее на вкус. Желе со вкусом газировки. Ничего особенного, абсолютно. И даже сахар дополнительного не нужно добавлять, потому что его здесь достаточно. А мне мало вкуса кока-колы. Значит, было много налитой жидкости. Хочется выражения вкус газировки. Когда пьешь газировку, у него же такой полнотелый вкус, прям такой объемный. А этот едва-едва где-то вдалеке пробегала газировка. Да, значит, надо меньше наливать не полтора литра на кастрюлю, а поменьше. Литр достаточно будет. Выглядит эффектно. Да. Просто это к тому, что с желе можно смешать совершенно любую газировку, да, ну, например, и вот сделать им такой десерт. Ну, и забавно. Молодец. Вот Катя. Нашла развлечение себе. Катя, 29 годиков. Да, и всего лишь нужно было 2,5 часа, чтобы даже 2, ну, не, полтора даже получается часа, чтобы все это замерзло. Вам приятного желеного аппетита.